Наш авангард долетел до Персидского залива. Наш авангард долетел до Персидского залива. Третьяковка привезла коллекцию русского авангарда. Фото пресс-службы ПАИНК Роснефть Сергей Бирюков. Из номера 013 за 22 февраля 2019 года опубликована полночь 3 22 февраля 2019 года. Версия для печати отправить по почте. Роснефть организовала в Дахе концерт хора Сретенского монастыря, выступления театра балета Бориса Эйфмана и демонстрацию уникальных коллекций картин Третьяковской галереи. Мы много и часто пишем о выставках мирового искусства в России и почему-то гораздо реже об экспозициях нашего художественного наследия за рубежом. А ведь это огромная часть международного культурного процесса, хотя бы уже потому, что всякая серьезная выставка, как правило, организована на основах взаимности, вы к нам, мы к вам. Уж не говорю про громадный весь русских творческих открытий последних полутора веков, делающих наше искусство желанным гостем на самых авторитетных площадках планеты. Но если, допустим, о выставке шедевров Третьяковки в музеях Ватюкана в нашей прессе многие писали, то не менее интересны репортажи о гастролях наших деятелей и произведения искусства в гораздо более экзотическом уголке мира в столице Катара-Дахе. А там на протяжении двух месяцев с 3 декабря по 3 февраля проходила масштабная экспозиция Третьяковской галереи «Русский авангард. Пионеры и наследники по прямой», организованная в рамках Перекрестного года культуры наших стран и поддержанная крупнейшей мировой нефтяной компанией «Роснефть». Что знают в такой далекой арабской стране, как Катар, о русском искусстве? Учтем, что это не Египет и не Греция с их многотысячелетней историей и давними музейными традициями. Современная цивилизация пришла в эти жаркие пустынные края лишь в последние десятилетия. Еще полвека назад здесь трудно было представить себе наличие художественного музея не то что московского или петербургского масштаба любая наша областная картинная галерея выглядела бы на местном фоне Лувра. Но сегодня Катар – экономически процветающая страна, один из мировых лидеров производства нефти и газа. Мало того, именно Катар дал пример стратегически рачительного использования национального дохода на нужды собственного народа, в том числе и на его культуру. Хотя вряд ли рядовой катарский школьник сходу ответит, кто такие Репин или Малевич. Но удивительным образом все они, да и не только учащиеся любые катарцы-горожане живут в атмосфере русских художественных идей. Как такое может быть? Катар – это открытая площадка для самых передовых экспериментов в области архитектуры и дизайна, рассказывает трудозаводделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова. Здесь работают лучшие мировые и местные архитекторы. А что лежит в основе современной архитектуры, как не идеи русских авангардистов Татлина, Раченко, Лисицкого? Отсюда такое внимание к экспозиции, представляющей ответ на недавно приезжавшую в нашу страну выставку катарского жемчуга. Пространство для коллекции русского авангарда из собрания Третьяковской галереи предоставило главное здешнее государственное музейное объединение Музея Катара. Возникла эта структура в 2005 году. Сейчас она объединяет в себе музей исламского искусства, арабский музей современного искусства, визит-центр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Аль-Зубара, галерею музеев в культурной деревне Катара, выставочное пространство Аль-Ривак в Дахе, художественный центр пожарной станции, художники в резиденции и другие подразделения. Именно на пожарной станции остановила свой выбор генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, когда приезжала смотреть возможные пространства выставки. Причина не только великолепное качество обновленной и приспособленной для нужд искусства технической архитектуры, прежде, как ясно из названия, это было пожарное депо. Именно здесь международная резиденция молодых художников, приезжающих в творческий центр мирового значения развивать собственный опыт и обмениваться им с коллегами. Более открытую к восприятию русского искусства аудиторию трудно себе представить. Вновь слово куратору выставки Ирине Горловой. Известно, что исламское искусство уже много столетий развивается в нефигуративной традиции, сосредотачиваясь прежде всего на орнаменте. Конечно, мы могли бы привести сюда Карла Брюлова или, допустим, соцреализм с его акцентом на нарративе, что произвело бы сенсацию уже самим контрастом по отношению к местным художественным обычаям. Но мы приняли иное решение и отобрали то в отечественном искусстве, что связано с геометрией. То есть, с одной стороны, близко психологии исламского зрителя, с другой не является орнаментикой в чистом виде и представляет собой новый для большинства здешней публики путь развития геометрической идеи. И успех выставки подтвердил нашу правоту. Что же именно прибыло в Даху? Это шедевральная экспозиция, связавшая творчество двух волн русского авангарда той, что захватила первые десятилетия ХХ века, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Александр Раченко, Михаил Матюшин и Д.Р. И той, что до середины 1980-х годов подпитывалась поисками так называемых нонконформистов. Стремительное развитие русского искусства предстало в ярко индивидуальных творческих концепциях, в которых геометрия спорит с органикой, наука с природой, а притязание на преобразование мира в планетарном масштабе с конкретными производственными задачами. Так, на выставке можно проследить родство и различия между живописными построениями амазонки русского авангарда Любови Поповой и супрематическими композициями Надеждой Дальцовой и Ивана Клюна, сопоставить кубистические опыты Петра Вильямса и кристаллическую органику Михаила Матюшина, сравнить колористические конструкции Владимира Стенберга и архитектурные разработки Густава Клуциса. Экспозиция показала, как светопись Михаила Плаксина находит продолжение в исследовании свойств трехмерного пространства на двухмерной плоскости в одной из ранних работ Эрика Булатова, как минимализм проекции идей Сергея Лучишкина отзывается в лаконичности красной двери и метлахской плитки Михаила Рогинского, как супрематические знаки Клюна и Чашника обретают новую жизнь в сигнальной системе Юрия Злотникова и пространственных построениях Бориса Турецкого, а контрельеф Владимира Татлина проецируется в удвоениях Михаила Чернышева. Экспозиция не просто представила катарцам коллекцию ценных предметов из России. Она воссоздала для них уникальный отрезок нашей культурной истории, когда художественные идеи выходили за рамки чисто профессионального обихода и начинали управлять обществом. Так было и в революционные 1920-е годы, и в знаменитую «Оттепель», когда среди молодежи считалось хорошим тоном знакомиться у картин Хахавека в тех залах, где еще совсем недавно красовались исключительно подарки советского народа Сталину. Выставка передала удивительную атмосферу времени, создавшего движение, которое так и назвало себя движение, а его участники, прежде всего Вячеслав Каличук с его кинетическими объектами, созданными, уточню, в докомпьютерную пору, предвосхитили такую свободу пространственного мышления, которая только лишь через полвека смогла найти продолжение в самых смелых поисках компьютерных графиков. А основу своих достижений кинетисты видели в легендарной башне Третьего интернационала великого Владимира Татлина. Архитектурный звук которой, повторю, легко увидят тут же в Дахе, выйдя с выставки на улице этого города, который строили и продолжают строить ведущие архитекторы мира. Вот так замыкается логический круг идей о круг притяжения русского искусства, напротив, легко преодолевает границы экспозиции, становясь частью жизни. Разумеется, надо понимать, что 91 предмет выставки лишь первые шаги, только при открывшей катарской публике двери в безбрежный и многообразный мир русского искусства. А если все так и решится привести сюда нечто отличное от геометрии? Думаю, это не беспочвенный вопрос хотя бы потому, что в 2022 году именно в Катаре состоится очередной чемпионат мира по футболу. И наверняка Россия, которая передала этой стране эстафету футбольного первенства, будет широко представлена не только в спортивной, но и в культурной программе праздника. Уже можно думать над тем, как именно. Роснефть и искусство. Роснефть является одной из крупнейших нефтяных компаний России и мира, традиционно придерживается политики высокой социальной ответственности. Компания вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, осуществляет поддержку масштабных проектов, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей страны, развития науки, культуры, промышленности, образования и спорта. Роснефть оказывает поддержку Мариинскому театру и Дому музыки в Санкт-Петербурге, финансирует Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, который является одним из культурных символов России в мире, организовывает гастроли Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в российских городах. Театр балета 12-13 февраля представил на территории Катарского фонда образования, науки и социального развития Катар Фаундэшн в Дахе спектакля Анна Каренина на музыку П. И. Чайковского. Зрители получили уникальную возможность оценить авторскую балетную постановку и хореографию высочайшего уровня, насладиться музыкой П. И. Чайковского, а также полюбоваться уникальными костюмами и сценографией. Спектакль имел большой успех у публики, зал стоя встречал артистов овациями. Роснефт также поддерживает ежегодные выступления хора Сретенского монастыря в регионах своего присутствия. Концерт хора состоялся в Дахе в ноябре, в амфитеатре Катара Cultural Village. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...